У нас с вами будет серьезный разговор, но чтобы нам с вами было более комфортно, давайте сделаем вот так. Это придаст мне некой несерьезности и вы будете чувствовать, что вы круче, чем я, поэтому это расслабит вас, как мою аудиторию. Итак, мне написала девочка со своей проблемой и попросила моего совета, и так как мне хочется поговорить на эту тему, а не просто написать едва-три слова, я спросила ее разрешение, и она сказала «Окей, хорошо, ответь мне, пожалуйста, видео». Также я жду ваших каких-то вопросов, советов на какие-то ваши жизненные трудности в личку, то есть спрашивайте, если я чем смогу, тем помогу, отвечу. У меня потихоньку копятся вопросы, на которые есть что ответить, но это довольно-таки небольшие ответы, так что они будут в отдельном видео. А вот если ситуация более глобальная, о которой можно поговорить, вот это вот personal video. Итак, здравствуйте, Виктория. Скажите, пожалуйста, что мне делать? Обращаюсь именно к вам, так как вы отличный психолог. Спасибо. У меня проблемы с одноклассниками. Например, один день мы ссоримся, другой они приходят, как ни в чем не бывало, и со мной общаются. Началось все в пятом классе, сейчас я в седьмом. И у нас в классе восемь мальчиков, и несколько ведут себя, мягко говоря, как бабы. Вся эта воспитанность заключается в том, что они могут просто так подходить и обсирать всерьез. Причем как и меня, так и моих одноклассниц. А я по природе человек ранимый, и когда они обзываются, они затрагивают мой комплекс про внешность. Всем этим они пользуются на протяжении многих лет. Они знают, что меня это задевает, тем самым доводя меня до слез. Но больше всего меня бесит, что они потом не извиняются, а ржут над тем, что я расплакалась. Так они поступают и с моими подругами. Но они ничего не делают моим одноклассницам, которые типа выросли. Мне очень обидно. Я чувствую себя каким-то лохом. Но после такой ссоры я прихожу в школу на следующий день, а они могут спокойно со мной поговорить о чем-то, совершенно забыв про ссору. Сначала я думала, что это со мной что-то не так. Я многое в себе поменяла, но все напрасно. Я не знаю, что мне делать. Если вам не трудно, дайте мне совет. Ситуация, кстати, довольно-таки типичная. Потому что я сама прошла через нечто подобное. И ради интереса я спросила еще мнение мужа. Поэтому я поделюсь с вами нашим симбиозом мнений, что мы вообще решили по данной ситуации. Начну с того, как это было в моей жизни. Да, действительно, начиная с пятого класса, когда у нас была программа 1.3, мы через четвертый перепрыгивали. У нас его не было. У нас после третьего класса был сразу пятый. После третьего класса, когда начальная школа окончилась, у нас был пятый класс, новая классная руководительница. И вот именно здесь был переломный момент, когда все начали разбиваться на кучки, группки. И у класса в общем начало меняться мировоззрение от некого общего к частному. И здесь как раз-таки произошел первый надлом, когда класс начал делиться на ботаников, на хорошистов и на троечников. Я относилась к числу ботаников. Хотя вот именно вот за тротом ботаником никогда не была. Ну, школа есть школа, дети есть дети, да. И если ты учишься на пятерке, пускай даже редко иногда простакивают четверки, ты нехорошист, ты все равно для них ботан. Вот. И ботаник это было самое безобидное, что вообще я с того времени начала слышать. В классе в шестом-седьмом также люди открыто подходили ко мне и говорили, какая я уродина, что я страшная. Пацаны со двора мне постоянно кричали в спину, что я страшная. Вот. И это длилось очень-очень долго. То есть класса так до десятого, наверное, вот не переставая. Вот. При этом меня очень не любили в параллели за то, что я общалась с некоторыми мальчиками из их классов. Причем мы просто общались, потому что, ну, друзей у меня было мало, и кто виноват, что человек, который стал мне другом, находился в параллельном классе. Что в этом плохого-то? Вот. Мы просто на перемене стояли, разговаривали, и ничего больше. Вот. Но девочек из параллельного класса это задевало, и они также оскорбляли меня, они меня дико не любили, хотя, ну, делить там было нечего. И также к нам перевелся один класс. Я вот не помню, вот, на год старше, младше, он у меня был, но они были все такие на понтах, потому что они были из частной школы, и они считали, что они самые крутые, самые красивые. Хотя вот у нас в школе, в принципе, не было такого понятия, как популярная девочка, популярный мальчик, там, красавчик школы, не было. Вот. Но они считали себя вот такими вот. И они могли спокойно к тебе подойти, и в качестве жертвы была почему-то выбрана я, вот, и начать тебя вот поливать, что вот у тебя там, не знаю, там, нос кривой, там, не знаю, глаза маленькие, ты очкарик, у тебя брекеты, там, у тебя прическа плохая, одеваешься ты стрём. Ну, то есть любое вообще, что вы можете прикопаться к человеку, вот, ну, то выбирайте. И это, к сожалению, отложило очень огромный отпечаток на моих комплексах, на моем, как бы, гноблении себя, и долгое время я пыталась от этого избавиться. И, кстати, вот вы мне очень сильно помогли с этим в свое время. Спасибо вам большое. Значит, что делала я в школе, чтобы как-то с этим справиться и пережить? Когда мне взрослые говорили, не обращая внимания, работала как-то слабо. Вот, как бы, легко сказать, не обращая внимания. Да, это самая правильная стратегия, самая верная. Но не обращать внимания, согласитесь, порой невозможность – это чувствительный, ранимый человек. Вот. И здесь самое главное – сохранить внешнюю холодность, внешнюю неприступность. Да, вас это может задевать, вам это может не нравиться, вы можете внутри себя это пережевывать, переваривать. Но самое главное – не показывать этого внешне. То есть тебя оскорбляют. С одной стороны, если совсем прижало, и вы находитесь один на один, ты можешь опуститься до ответных оскорблений. Потому что давать сдачи иногда надо. Вот. Я все-таки, знаете, не сторонник вот этого подхода, если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. Вот. Нет. Я вот сторонник того подхода, где ударили по одной щеке, наклонись и ударь в челюсть. Мне это ближе. Вот. Причем, знаете, ответный ваш выпад, если он есть, старайтесь, чтобы он был довольно-таки глубокий. Можете продумать его, кстати, заранее. Вот. Чтобы это не было что-то поверхностное. Заранее, там, ты такая чмошница, у тебя нет стиля. И вы так посмотрели на человека и так, а у тебя, ну не знаю, там, что-нибудь еще. Вот. Это звучит неэффектно, некрасиво. Подумайте, вот так вот, изначально то вас вот подобным образом оскорбляет, что у этого человека за самая-самая уязвительная черта. А поверьте, у каждого человека, ну, кроме вот прям совсем королев с пеленок, вот, есть какой-то нюанс во внешности, в умственном развитии, который вот самый больной. Потому что все люди не идеальны, нету совершенства, абсолютно никакого. Даже те красотки, модели, там, что на подиумах, что просто где-то, у них все равно есть какие-то косяки, понимаете. Потому что, ну, природа такая, ну, нету идеальных людей, вот просто не бывает. Так что приколебаться можно к каждому, к любому вообще. Вот. Вы находите это слабое место и как-нибудь тонко и язвительно по нему бьете в ответ. Вот. Но бьете очень аккуратно. Что-то из разряда, там, к тебе подходят и говорят, у тебя, я не знаю, там, у тебя лицо некрасивое. Вот. А вы так, ну, а ты тупая от рождения, ну, ты же живешь как-то с этим. То есть вот этот вот, ну, ты же живешь как-то с этим, упомянув перед этим недостаток, это вот супер. Вот. Причем это, знаете, должно быть брошено так ненавязчиво, что-то типа, что ты отвлекла меня от дел, а, ну, господи, ну, ты стремная, ну, ты же как-то обитаешь с этим в этом мире, ты же как-то существуешь, не знаю, тебе что-то не мешает, ну, и хрен с тобой. Вот. То есть вот в таком случае, да, ответное оскорбление, возможно, еще приемлемо. Я вас этому не учила, ребята. И это что вы слышали не от меня. Вот. Потому что я, опять же, по себе знаю, что меня так с детства учили, что, нет, оскорблять в ответ это очень плохо, так делать нельзя. Ты должен терпеть, страдать, мучиться. Вот. Но при этом вести себя выше этого, и, не знаю, там, делать вид, что тебе все равно, и внешне никак ничего не показывать. Это, конечно, супер, но вот некоторым людям вот не мешало порой давать леща, пускай такого морального. Вот. И это помогало с некоторыми людьми. Вот. Я думаю, что вы сами прочувствуете, насколько, ну, вот, к кому это применимо. Главное, знаете, вот дальше не вступать в перепалку. То есть вот одной фразы вашей должно быть достаточно. Даже если собеседник потом начнет там что-то говорить, 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 не обращайте внимания. Все. Вы ответили, вы дали понять, что вы умеете кусаться. Вот. Но собачиться? Нет. Вот до этого мы не опускаемся. Вот в дальнейшую перепалку мы никак не вступаем. Это плохо. Это фу. Вот. Дальше вариант, да, внешний игнор. Вот. Внешний игнор добивается самой лучшей фразой. Просто это... Ее нужно золотом высечь где-нибудь. Фраза «И чё?» Вот серьезно, до победного, до последнего. К тебе подходит «У тебя глаза страшные». «И чё?» «Ты тупая». «И чё?» «Ты одеваешься плохо». «И чё?» «Человек начинает перебирать, перебирать». Вот. И причем вот даже если он дальше начинает развивать тему там, из-за того, что ты страшный, у тебя не будет парня. «И чё?» «Всё». Вот. Вот. То есть, однажды, вот, после вот этого вот «И чё?» человеку надоест, и он поймет, что все бесполезно у вас взять. Не работает. Запомните вот эти вот два волшебных слова. «И чё с того?» Просто вот. Ну, с того, ладно. Это так, для вашего понимания. «И чё?» Это работает отлично просто. Вот так вот, вот так вот, вот просто вот запомните. Вот. Всего три буквы. Это не слово, которое на заборах пишут. Дальше мы с мужем пришли к выводу, что есть ещё одна хорошая фраза, но мне на моём канале её не очень хорошо произносить и говорить. Вот. Ну, да ладно. Это ответный вопрос. Вот, ребят, опять же, я вас не учила, с родителями видео это не смотрим, выключаем звук, не знаю, там, включаем наушники. Если кто-то сейчас вот смотрит это при родителях, вот, вот это вот, вот, сорян, потише сделайте. Эта фраза «ты с пиздиной». Вот это вообще, это отличная фраза также. Вот. Потому что, знаете, должно задаваться так и так. «Ты с…» Потому что человек, он не хочет быть с пиздиной. Вот. Как правило. Вот. И он не хочет быть тупым, переведя на более грубый язык это «йо». Ладно, вы поняли. Вот. И когда у человека это спрашивают прямо, он вряд ли сможет ответить что-то вам внятное на это. Вот. Но это в том случае, если употребление грубости в вашем случае позволительно. Вот. Вот. Я не учу детей этому. Это не должно куда-то просочиться. Понятное дело, это просочится на весь YouTube, но все-таки, если что, как бы, правда, простите. И, соответственно, следующий, да, вот вариант – это вот просто тотальный игнор. Но это сложно. Это очень-очень сложно. Это сложнее, чем что-то ответить. То есть, вас донимают. Вы молчите, вы делаете вид, что не слышите. Вы можете просто посмотреть на человека и отвернуться с пренебрежительным взглядом. «Самая фишка в чем?» Я, например, вот с теми людьми, которые меня обсирали и оскорбляли, я не могла потом дальше общаться. Они уходили из моей жизни, я их вычеркивала для себя. То есть, подойдет он ко мне, потом попросят списать, с вопросом обратиться. Я ему не помогу и не отвечу. Я очень злопамятный человек. Я не буду мстить как-то в открытую, я не буду палки в колеса ссувать, рушить жизни. Нет. Но если человеку от меня потребуется помощь, он ее не получит. Я такой человек. Я помню все то, что мне сделали, и делать что-то хорошее на это я не буду. Потому что это опять из разряда, если тебе сделали плохо, дай человеку конфетку, тебе сделали еще раз плохо, дай еще человеку конфетку. И так до тех пор, пока у этой пады не разовьется сахарный диабет. Типа того шутка из черного юмора. Я вот к этому типу людей отношусь. Я не могу искренне делать хорошо тому, кто мне делал плохо. Может это инстинкт самосохранения, может это неумение прощать. Я не знаю. Я одних людей действительно могу что-то от себя отпустить, простить, а другие какие-то вещи, которые делают, я не могу. Я это буду помнить. Я не буду это перетирать от раза к разу. Я не буду этому человеку напоминать об этом. Нет. Но мое общение с ним, моя помощь для него, она с ней зайдет на ноль вообще тотальной. Этого человека перестанет для меня существовать в этом мире. Так что так выживала я. К таким выводам мы пришли с мужем. Он сказал, что у него таких проблем не было в это время, потому что, не знаю, там у него еще и детство играло в седьмом классе. А вот девочкам тяжелее, девочки растут быстрее, чем мальчики, особенно в городе, не в сельском местности. Поэтому уже такие взрослые терки начинаются в столь раннем возрасте. Главное то, что вы о себе думаете. Вот даже если на самом деле это не так, если даже вы в себе ошибаетесь, но если вы думаете о себе хорошо, это лучше, чем если вы думаете о себе разрушительно и плохо. Поэтому думайте о себе хорошо. Плохо о вас подумают другие. Обязательно подумают. Предоставьте им эту возможность. Для себя оставьте лучшее. В любом случае, я вас люблю. Вы не одиноки. Если что, пишите, ребятки. С радостью пообщаемся. Вы, дорогие зрители, напишите, пожалуйста, свои какие-то советы и видения этой ситуации в помощь этой девушке. Может быть, у вас есть какое-то мнение, свой опыт. Поделитесь им, пожалуйста, внизу в комментариях. Понятное дело, что, опять же, лучший вариант не обращать внимания, но это слишком и просто, и сложно одновременно. Вот. Спасибо большое за просмотр. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, чтобы не пропустить следующие видео из подобной рубрики тематики. До новых встреч. Пока. 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 Пока.